Добрый вечер, добрый вечер, Слаутич. Мы с вами смотрим последний прямой эфир, апрельский прямой эфир. Они еще, вероятно, будут, но уже не в апреле. Который будет посвящен медицинскому обеспечению. И у нас сегодня в гостях две очаровательные женщины. Это Шурыгина Наталья Николаевна, депутат городского совета, между прочим, начальник отдела охраны здоровья. Добрый день, Наталья Николаевна. И во втором отделении у нас будет человек, который отвечает за экстренную медицинскую помощь, Татьяна Ивановна Казарина. Поэтому, если у вас вопросы есть к медицине, то к экстренной помощи минут через 25, я думаю, что первый блок будет столько. А если сейчас, минут через 5 уже, наверное, можно будет звонить. Прямой эфир, прямой телефон 23621. Итак, самый простой, а с другой стороны, самый банальный, и с третьей стороны, самый недоевший, Наталья Николаевна. А как в нашем городе идет медицинская реформа? Медическая реформа уже начала свою работу. Это мы знаем. Но хотелось бы, чтобы проходило все больше, но немного не все так быстро, как бы мы хотели. Поэтому, на сегодняшний день, мы, мабуть, отримали очень важное решение от Кабинета Министра Украины. Это про передачу нашего цельного майнового комплекса, державного заклада ЦМСЧ номер 5, МОЗ Украины, у нашу властность, до нашей территориальной громады-места. И с этого времени уже дейсно начнется самая правильная реформа, которую мы должны должны выполнить. И также принято очень много законов и законопроектов, которые дают нам возможность понимать полностью всю эту ситуацию, которая должна быть и выполнить на местном уровне при выполнении этой медической реформы. А когда вот окончательно, я так понимаю, указ есть, а вот когда окончательно мы закончим передачу? Там же, я так понимаю, часть оборудования надо передать, там, здания, там, врачей, там, еще что-то. Ну, передача цельного майнового комплекса, она под собой, как бы, мы должны понимать, что нам передается все. Рухоме и нерухоме, активы и пассивы. Тобто передается все, что есть на балансе этого заклада. И так же лицензии мы можем будем использовать десь месяца три, потом мы уже свою сделаем. Ага, то есть можно на первом этапе? Да, можно, да. И потом, как бы, уже там через рік мы можем и акредитирование проводить. Я знаю, что раньше, вот я общался с предыдущим вашим товарищем, мы говорим, что надо получить сначала лицензию, потом уже все. Сейчас уже все изменилось, можно работать на это. Да, уже очень много, я же скажу, что очень много законов и поправок, и, как бы, все пояснили более детально. Просто даже этапы, все передали, рассказали все этапы реформи. Поэтому сейчас уже, как бы, есть полное понимание того, как нужно начать, что нужно делать. Ну, в предварительном разговоре вы сказали, что вы не знаете, сколько у нас славчан пошло и заключили договора. То есть пока можно не торопиться, я так понимаю, да? Да, это договоры славчани должны заключать на первинном уровне медической помощи. То есть с семейными лекарями, с терапевтами, а больше с педиатрами, если, например, это и дети. Поэтому сегодня, чтобы начать уже официально заполнить декларацию... Но они могут сейчас уже обращаться? Можут, да, могут вертаться до лекарей. И я уже знаю, что лекаря уже соби, как бы, таки, делают заметки и соби уже так говорят... То есть они записывают фамилии, я так понимаю? Да, да. А договора еще не заключают? Нет, чтобы заключить договор, нам нужно подключить к системе международного медицинского информирования. А у вас еще нет компьютера? На сегодняшний день идет уже закупивля, уже проплачено. Понятно. Все, мы двигаемся вперед. А с врачами как? Вот там на одной из планерок был разговор о том, что у нас вообще два врача на официальной и два на 0,5 ставки. Нет. У нас есть два семейных лекаря. На первой ланке я говорю, есть два терапевта, есть 2,5 одиницы педеатров. Но у нас еще есть амбулатория, где тоже працюют два семейных лекаря. И всего нам не хватает 5 лекарей. 5 лекарей. А из кого мы будем их набирать? Это все-таки молодых, я так понимаю, медиков. Да. Хотелось бы, чтобы до нас приезжали молодые специалисты, которых мы можем запросить из учебных закладов. Но для этого мы должны выполнять определенные условия. То есть, сукерочку, скажем так. Чтобы до нас... Общежитие. Общежитие. И что будет, в конце концов, со всем зданием, с большим СМСЧ такого? Как будет использоваться? Ну, есть такое понимание, что помещение поликлиники, оно будет все-таки отдано людям под житло. И, как сказал Юрий Кириллович вчера, что часть этого помещения будет отдано под гортожиток Таврійському университету, который до нас в место заходит. Это очень хорошая новина для нас. А все другие помещения, я думаю, будут использоваться за призначением. То есть, помещение роддома можно сделать, например, ту же поликлинику, закон не забороняет. То есть, первую ланку, допомогу медичную, могут надавать и амбулатори, и поликлиники. То есть, уже есть объяснение. Не только центры первой помощи, как это было раньше. Ну, просто у нас очень громадный комплекс. Он, насколько я понимаю, планировался чуть ли не на областного уровня больницу. То есть, там таких помещений не в каждом городе можно найти, такого количества. То есть, он будет все равно эксплуатироваться. Напоминаю, телефон 23621. У нас прямой эфир. Можно позвонить, задать вопрос, любой вопрос по медицине. Пока у меня есть вопросы, я спокойно пока их задаю. То, что вы задали раньше. Есть ли шансы у СМСЧ остаться специализированной медициной части? Я знаю люди, которые верят в это дело и пока, типа, не спешат идти к нашим докторам или как-то записываться. Верят, что все-таки, ну, как бы, вернуться старые времена, и мы будем специализированной медициной части. Да, сегодня пришло разъяснение из Министерства юстиции, где дается полное объяснение того, какая должна быть организационно-правовая форма медицинских закладов. То есть, это должна быть коммунальное некомерциальное предприятие. Например, там Славутистская міськая лекарня Славутистской міськой ради. А лишь я хочу сказать, что... А там приписочку нельзя будет делать специализированную? Нет? Законом не забороняется. То есть, если есть гроши, Бога ради делайте, да? Да. Ну, то это будет уже наше, как бы, решение. Нашей міськой ради будет решение, да. Я понял. Ну, просто я знаю, что там, как бы, уже по пути специализации пошла Чернобыльская медсанчасть, по-моему, 16-й номер. Я уж сейчас не помню. То есть, чтобы мы, как бы, там не встали на одну дорогу. Хорошо. А неправильно нам налаживать отношения с Черниговым? Потому что мы по всем вариантам, мы Черниговский медицинский округ. Там один из них. Как-то с ним уже надо налаживать отношения, потому что, ну, раз мы объединяемся, то уже там надо какую-то позицию занимать, где-то чем-то делиться, что-то, какие-то полномочия брать на себя, что-то им давать и так далее. Да, госпитальна рада уже… Да, вот госпитальна рада. Да, госпитальний округ. Округ, да. Госпитальна рада, тобто, вона уже створена, призначена голова, так-то, и мы уже теж маем свои, как бы, призначения, внести они до Черниговского госпитального округа. И, ну, как еще такой праці, чтобы, как уже сказать, что уже какие-то там есть выполнения, да, и еще не собираются. И еще нема, но надо понимать, что нам сегодня уже нужно працювать. Нам нужно, чтобы до нашего города были объединены силы, которые есть, чтобы у нас была медичная послуга, потому что эта реформа, реформа, вона вся, иди на то, что мы теперь будем залежать от надания медической послуги, и нам нужно, чтобы у нас была большая количество населения, чтобы мы остались, вторая ланка у нас была, лекарня интенсивного уровня, и это очень важная задача для нас. Да, а тут удобно, села как раз они наполняют нас большее количество. Да, потому что нам нужно будет выполнять там по родам, чтобы у нас было 400 родов в год, там по операциям для хирургов тоже там есть свои нормы, то есть... Да, у нас рождаемость упала последнее время, да. Есть звоночек, Алумова, слушаем, добрый вечер. Так, сбросили, вот видите, не дождались. Хорошо, будем надеяться, что наши села, ну правда не знаю, в селах уже молодежи мало осталось, поднимут ли они нам рождаемость, смертность могут поднять, потому что там пожилых людей очень мало. Ну, тоже есть такая информация, что, например, люди на сегодняшний день, наши молодые женщины, едут народжевать до Чернигова, або и до Киева, но если, например, у нас будет хорошая лекарня, то они остаются и будут народжевать тут, у наших лекарей. Ну, вы знаете, есть еще одна такая, ну как бы поверье, что ли, что врач должен делать много операций, там, 2-3 в день, тогда он как бы налаживает руки, у него память автоматически работает и так далее. А если будут одни роды в день, ну, тяжело как бы, тут можно потерять квалификацию, насколько я понимаю. Ну, будем надеяться, что все будет доброе. Звоночек есть у нас. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а скажите, как человек, который ведет медицину, как акушер, который стал начальником здравоохранения? Объясните, пожалуйста. А, то есть это, я так понимаю. Это и есть вопросы к моей обучении. А, к вашей обучении, да. У меня первая обучение медичная, средняя медичная обучение, и вторая обучение, обучение фармацевтической, то есть я работала провизором. То есть вы и фармацевт, но я знаю, что у вас была аптека, вы занимались бизнесом с аптекой. То есть там как бы нельзя без второй, ну, без этого образования. Спасибо. Так, ну и дальше продолжаем. Так, это мы задали, это мы задали. Ну, давайте, наверное, к сложному вопросу по поводу инсулина. Как обстоят дела с поставкой и финансированием? Не будет ли снова сбою в нескольких месяцев, ибо реальная угроза жизни? Ну, я так понимаю, что письмо писал человек, который пользуется инсулином. Ну, каким там, не знаю, не написано. Я знаю, что была большая проблема. То есть сначала не было, потом был, но не тот, и так далее, и так далее. Там проблема была с инсулином, но была не с границами, да? А была проблема и с самым препаратом, с его выготовлением. То есть его не было на какой-то период на Украине. Поэтому была, эта проблема стояла в таком ракурсе. На сегодняшний день границ есть, то есть они выделяются, и 35 тысяч выделяются на месяц из государственного бюджета, и 25 тысяч из местного бюджета. То есть на месяц 60 тысяч. И на год, ну, где-то там 600 тысяч. То есть перебоев с границами в этом году не будет. Не будет, да? Ну, еще такой вопрос с такой, как бы, с намеком на коррупцию. Почему референтная цена в реальной стоимости, и та сумма, которую платят больные за инсулин, имеется в виду доплата в 10 раз выше, чем в других городах Украины? Ну, и намекают, что это похоже на коррупцию. Ну, мне тяжко дать ответ на это вопрос. Да, нет, потребно в нем просто тоди разобраться. Потому что, например, кто поревнивал цены в нашем месте и в другом месте? Ну, насколько я знаю, у меня есть одна знакомая, она иногда приходит к нам на работу и говорит, что вот разница между, ну, как вы понимаете, беда объединяет людей. Вот она там, у нее подруги есть в других городах, она звонит и выясняет, что в многих городах все осталось, как и раньше. То есть у нас вот что-то изменилось, ну, как бы, началась реформа раньше времени, что ли, и у них остались прежние цены. А у нас они почему-то получились завышенными относительно других городов. Вот она поэтому. Она ориентируется на таких же больных людей, но живущих в других городах. В других городах. Ну, аналогов такого же города, как наш, может, чуть больше. Ну, потребно это питание больше детально выучить. Поэтому, как бы, взятие его себе на заметочку и это питание выучить. Я понял. Я напоминаю, 23621 наш телефон. Положительный момент. Огромное спасибо мэру города и депутатам Горсовета за понимание проблемы и обеспечение жизни важными препаратами инсулинового содержания. И за то, что организовывают возврат денег через программу Турбота. Потому что без инсулина мы можем... Ну, короче, будет очень тяжело. Вот хотя вспоминает человек о том, что раньше вообще во всем мире инсулин вообще выдавали бесплатно. Ну, это же человек больной, я так понимаю. Ну, да. Надо как бы... Есть такая проблема, поэтому... Да. Да? Понятно. Хорошо. Я думаю, с этим вопросом мы все выясним. Напоминаю, 23621. Я рано сказал, что у меня много вопросов. А вопрос у меня заканчивается. О, есть звонок. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я инвалид. Первая категория. Закон чернобыльский не отменялся. Ну, ладно, там кое-какие лекарства там дают. А почему инвалидам первой категории это все обследование платное, кровь платное, все платное? Понятно. Спасибо за вопрос. Ну, да, обстеження, на жаль, да. Тобто люди повинні за цю послугу сьогодні платить. Але коли вступить в дію вже якби пройде реформа, то там на рівні сімейних лікарів і так же передбачено законом, будуть деякі обстеження безкоштовні. Вони будуть якби сплачуватися вже самою державою. Тому якась можливість з'явиться безкоштовного обстеження. Ну, к сожалению, как бы это печально говорить, потому что когда ты получал что-то бесплатно, а потом говорят, все, жизнь изменилась, ну, это тяжело, особенно, если люди больні, и особенно, если это действительно, ну, сейчас обходится приличную сумму, поэтому я тоже знаю, это психологическая помощь, наверное, нужна какая-то. Ну, в частности, вот, будучи інвалідом первой категории, наверное, человек уже не работает, и, естественно, что платить дополнительные деньги это. Да, складно, да, напевно складно. Але ж так, але так аж життя. Ещё один звоночек. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу, чтобы поподробнее рассказать, сколько же у нас сейчас будет терапевтов и семейных врачей. Желательно, чтобы фамилию их назвали и их характеристику. Как нам выбирать? Ага, спасибо, спасибо. Как выбирать врачей? То есть кто будет давать характеристику врачам? Или мы будем о них рассказывать? Или это вот зависит от того, вот понравился больному врач? Вот он к нему идёт. Какой полиция подбора? Мы плануем подальше, когда уже начнется сама приписная кампанія, плануемо обовязково дать информацию про каждого лікаря. И, как бы, вси мешканцы смогут очень детально вивчити информацию про каждого лікаря. Ну так 1 июля где-то, я так понимаю. Да, я думаю, что это будет так. До липня мы должны подписаться, обовязково. Потому что нужно будет заповнить декларации, обовязково, чтобы нам подать информацию до Национальной службы здоровья Украины. И потом будет по-дальшему идти оплата на центр. Ну я понял, да. Оплата на медсанчасть, точнее тому доктору, который как бы с кем подписан. Тому, будь ласка, ну, треба трошечки почекати. Цю информацию мы обовязково дамо детально. Я думаю, что звернемся и до вас, и до газеты нашей местной. С удовольствием расскажем о лучших лекарях. Да, и будет информация обовязково в поликлинице, а там же у нас в лекарне. Тобто, всю информацию... Ну а пока можно посоветовать словучанам, используйте так называемый, ну, как называемый, телеграф личностных взаимоотношений. Узнавайте у соседей, у друзей, какой врач хорошо лечит. И, главное, не очень много берет, что тоже важно на нынешнем этапе. Пока только в личном формате можно узнать, собственно говоря, с каким врачом в будущем вы будете сотрудничать. И, кстати, вот о направлении Чернобыльском. У нас существует замечательная организация «СлавМед». И вот к вам вопрос, как депутату, а не могли бы вы посодействовать, чтобы все-таки в «СлавМеде» ввели чернобыльские льготы? Знову ж таки, это частная структура. И, как бы, льготы по закону, они могут их не выполнять, да? Тобто не поддерживать. Но будем надеяться, что в подальшем, в подальшем. Ну, когда они встанут на ноги, чтобы беседовать с главным врачом. Ну, я так понимаю, что с этим вопросом вы будете сталкиваться и как депутаты, и как по вашей новой должности. Потому что, ну, опять же, на рук привык льготам. И, чтобы мы не говорили, ну, хочется людям ездить бесплатно в Киев или в Чернигов, и в электричке, ну, и так далее. Так, у нас есть звоночек, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, у нас Конституцию отменили? Хорошо. У нас по Конституции, статью не помню какая, у нас бесплатное лечение. А почему за все мы должны платить? Спасибо. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Я могу контр-вопрос задать, пока вы думаете о том, а когда вы последний раз не платили в медицине? Ваш ответ, пожалуйста. На жаль, в Конституции написано, но мы понимаем, что начинается реформа. И, например, государство будет за каждого пациента платить лекарю в этом году 370 грн. В следующем году это будет 450 грн. И также будут какие-то бесплатные услуги на вторинном уровне. Поэтому не все будет платно. Я общался с учителями, с медиками, и они говорят, что сумма, которая обговаривается сейчас, это маленькая сумма. То есть это реально, если только из 10 человек 9 не будут ходить к врачу, тогда этого хватит. То есть если 10 человек будут платить за одного, тогда хватит. А если вот по той сумме, там, по-моему, 300 грн в месяц, или там 400 грн в год, то эта сумма очень маленькая. То есть я не знаю, как будет выходить. Мы же должны понимать, что финансирование может также и действовать и из местного бюджета. То есть допомога для того, чтобы мы... Всем из местного бюджета. Я боюсь, что он у нас, конечно, большой, но не такой большой. Ну, хорошо. У нас есть звоночек, понятно. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Хотела бы задать два вопроса. Первое. Да, пожалуйста. У нас не настолько много инвалидов первой группы под группы А, особенно лежачих. Три недели назад я находилась с ребенком, конечно, и 21 год уже, в больнице. Первое. Почему все для таких ничего нет бесплатного? Все буквально, все лекарства, анализы, все платное. И второе. Питание, я понимаю, что нет финансирования никакого. Но хотя бы микроволновую печь для того, чтобы разогреть продукты, питание, можно поставить в отделениях или нет? Ко мне не могли люди ходить. Мне пришлось ходить и где-то выискивать микроволновую печь, чтобы разогреть ребенку покушать. Домой сбегать и взять горячую пищу я не могла. Спасибо большое. Ну, это как подсказка. Я не думаю, что это большие суммы для того, чтобы в каждом отделении поставить по печь. Ну, это реально. Я думаю, что когда это будет наша лекарня, то это вопрос очень слушный. То есть его нужно будет выполнять. И кормление тоже... И кормление тоже наладится? Думаю, да. Думаю, да. Хорошо. Ну, по крайней мере, спасибо вам за подсказку. Я так понимаю, что вы записали. И как только мы войдем в нормальное состояние с реформой, станем как бы в ногу шагать со всей страной, то можно будет решать и такие вопросы тоже. Я еще раз напоминаю, 236-21, у нас заканчивается, подходит к концу первый блок. О втором блоке мы в основном будем говорить о скорой помощи, об экстренной помощи. А здесь, пожалуй, практически все, что я хотел задать, вот тяну время. Кстати, как дела у Шиленко? Не мечтает ли он снова вернуться и снова возглавить СМС-ЧИТ-5? Это вопрос не до меня. Я понял. Нет, на всякий случай люди задают такой вопрос. Поэтому я обязан повторить то, что говорят людям. Я не могу дать за него ответ. Понятно. Хорошо. Ну, в связи с тем, что нет звонков, у нас заканчивается первый блок. Мы поблагодарим вас за то, что вы достаточно откровенно ответили практически на все вопросы, на какие вы можете ответить. Но вообще вы сами, такой заключительный вопрос, вообще вы сами верите в медицинскую реформу? Потому что, откровенно говоря, не все врачи в нее даже верят. Ну, действительно, тяжко принимать все, что новое. Ну, век перемен, век реформа, это неприятно. Но мы уже понимаем, что та медичная допомога, которая была раньше, она уже просто... В часы поменялись, да? То есть, наступает новый период. Поэтому есть какие-то моменты, которые очень сложные для нас и очень важные, переходные в этот период. Но мы должны это пережить и выполнять все требования, которые нам дает государство, для того, чтобы эта реформа выполнила, и мы с вами получили хорошее лечение, новую лекарню, хорошее медическое обладание. Это нам бы старую вернуть, как бы, вот как она была лет 15 назад. Ну, лет 15... Нет, все-таки давайте новую. Новую? Ну, я думаю, что новую мы вряд ли потянем. Но хотелось бы, чтобы было как раньше. И, конечно, можно посочувствовать новому мужчине, который сказал, что у нас нет новой конституции, у нас как бы старое государство. Государство изменяется, постепенно и жизнь изменяется. И, к сожалению, на все нужны деньги. Но понять мужчину можно. Хотелось бы, чтобы на вопрос, где брать деньги, и зарплата параллельно повышалась. Тогда можно будет брать в тумбочке деньги, чтобы расплачиваться и за учебу, и за медицину, и так далее. Пошла вам удача. У вас тяжелое время. Я думаю, что в момент таких вот перемен, в момент, когда реорганизуется, особенно медицинская реформа, я считаю, что это будет все-таки достаточно тяжело. Там много вопросов. У вас будет тяжелая жизнь. И хватало бы времени еще и на депутатские дела. Спасибо большое. Спасибо вам. Наталья Николаевна с нами прощается. Но сейчас будет реклама, и мы будем во втором блоке говорить об экстренной медицине. Поэтому через пять минут приготовьтесь. Телефон тот же. 2-36-21. До свидания. До свидания.